Ох уж эти предлоги! Со временем одни с местом, другие, а после глаголов вообще могут быть любые. Как их выучить? Я уверена, что каждый из нас в каких-то предлогах да точно путается. Сегодня сделаем небольшое тестирование, и вы сможете проверить свои знания, а также узнать что-то новенькое. Ориентируемся, что тест соответствует уровню pre-intermediate, и сделаем несколько вопросов в двух категориях. И постараемся их немножко разобрать. Если вам понравится такой тест, сделаем их для других категорий. С вами Вероника и Puzzle English. Поехали! Начнем с prepositions of time, предлоги, относящиеся ко времени. На мой взгляд, это самая простая категория. Первый вопрос. Я всегда просыпаюсь рано утром, оно обычно такое спокойное, умиротворенное. И правильный ответ здесь. Здесь, я думаю, вы легко угадали. Но самое интересное впереди. Но на всякий случай напомню, что утром, днем, вечером это Но, конечно, есть исключение. Следующий вопрос. Я помню, мы ездили в Санкт-Петербург на мой день рождения. Это была отличная поездка. Какой здесь правильный ответ? На этом пункте почти всегда все попадаются. Мини-совет, как это запомнить. Мы говорим в понедельник. Пусть это и будет вашим легким примером, потому что везде, где есть день, day, или какой-то конкретный день, мы везде будем использовать on. On his birthday, on Tuesday, on June 4, тоже день. On Mother's Day, on Christmas Eve, канун Рождества, тоже один конкретный день. И так далее. Вопрос три. I'm free tomorrow. Let's grab some coffee. Ты завтра свободен? Давай выпьем кофе в пять. In, on, at. Правильный ответ. See, at. Здесь, думаю, тоже многие ответили правильно, потому что предлог at мы используем, когда говорим о точном моменте времени. At four, at one thirty, at midnight, at noon, at sunset, at sunrise. Движемся дальше. What did you do lunchtime yesterday? Что ты делал вчера во время ланча? On, in, at. Как думаете? И здесь правильный ответ. Почему? Потому что здесь мы говорим о времени, так же, как и было в предыдущем примере. At five p.m. Здесь тоже время, только не конкретный час, а время ланча, обеда. At lunchtime, at dinner time, at playtime. И последний вопрос в этой категории. С подвохом. Can we meet this Friday? Можем мы встретиться в эту пятницу? On, in, at. А правильного ответа здесь нет. Почему? Потому что нам не нужен предлог здесь вообще. Почему? Потому что когда есть last, this, next, предлог мы вообще не добавляем. То есть, we met last Friday. Мы виделись в прошлую пятницу. We are meeting this Friday. Мы встречаемся в эту пятницу. We are going to meet next Friday. Мы планируем встретиться в следующую пятницу. Как вам первая категория? Если узнали что-то новое, можно потренироваться и написать предложение в комментариях. А мы движемся ко второй категории на сегодня. Это prepositions of place. Предлоги места. Это тоже in, on, at. Только в вопросах, когда мы обсуждаем локацию, местонахождение объекта. Поехали. Первый вопрос. I'll be waiting for you in the entrance, ok? Я буду ждать тебя у входа, хорошо? In, at, on. Задача сказать у входа. Я буду ждать тебя у входа. То есть, правильный ответ. At the entrance. А почему? Потому что как раз предлог at говорит нам о примерном местонахождении. У чего-то, на территории чего-то. Движемся дальше. Where is he? I don't know. He's somewhere in the building. Где он? Я не знаю. Где-то в здании. In, at, on. И здесь правильный ответ. In the building. Он где-то в здании. То есть, мы используем предлог in, когда что-то находится внутри, на какой-то закрытой территории. In the pocket. В кармане. In Moscow. В Москве. In a car. В машине. Следующий вопрос. Who is that? The picture. It's Alex and his friend. Кто это на картинке? Это Алекс и его друг. In, at, on. И правильный ответ. In the picture. А почему не он? Спросите вы. И я абсолютно уверенно вам скажу, что логика здесь есть и железная. Потому что человек находится внутри этого снимка. Внутри замкнутого пространства. Он же не сидит на поверхности этой фотографии. В прямом смысле этого слова. А именно внутри. Он изображен на ней. Едем дальше. Мы уже почти закончили. И здесь от вашего ответа будет зависеть смысл этого предложения. Понимаете? Если вы отвечаете in that picture, тогда это означает, что муха нарисована на этой картине или сфотографирована. А если вы отвечаете on that picture, это значит, что муха прилетела и села на поверхность этой фотографии, этой картинки. Понимаете? Это и подсказывает нам значение предлога on. Его используем, когда говорим, что что-то находится на какой-то поверхности. on the wall, на стене, on the floor, на полу, on the ceiling, на потолке, on the page, на странице. И последний вопрос на сегодня, тоже с очень популярной ошибкой. They were sitting in the table when I entered. In, at, on. Они сидели за столом, когда я вошла. И здесь обращаю ваше внимание, что они сидели не на столе, а за столом. Что выбираем? Конечно, at. Потому что именно at нам говорит о местоположении рядом. рядом, у чего-то. И это самый подходящий вариант. They were sitting at the table when I entered. Конечно, могут встречаться много исключений, что очень типично для английского. Однако сегодня мы попытались раскрыть общую логику предлогов и разобрать довольно распространенные варианты. Если было полезно, обязательно делитесь обратной связью. А чтобы полноценно проработать эту тему, переходи по ссылке в описании и учи английский эффективно и интересно с Puzzle English. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...